Мы продолжаем с вами знакомиться с различными фильтрами программы Shotcut и в этом видео рассмотрим несколько видеофильтров, которые позволяют нам осуществлять визуализацию звука, как осциллограммы, так и спектра. Эти фильтры по умолчанию находятся в видеофильтрах. У меня сейчас добавлены вызбранные. Часть этих фильтров достаточно интересно работают. Они позволяют нам создать эффект движения нашего видео, то есть некий эффект трансформации и изменения, например масштаба. Это может пригодиться для создания не только каких-то видеоклипов под музыку, но и при этом при обычном монтаже. Особенно если у нас есть звуки выстрелов, хлопков или различные шумовые эффекты. И все эти шумовые эффекты можно передать на видеоряд. И он также автоматически начнет изменяться и пульсировать. Вот как раз об этом и наше видео. А теперь давайте познакомимся с фильтром, который носит название «Визуализация осциллограммы аудио» в нашей программе Shotcut. У меня сейчас открыт мой проект и мы находимся в списке воспроизведения. Внутри этого списка у меня добавлен обычный mp3 файл, взятый из фонотеки YouTube. Вот как раз давайте это аудио перетащим на монтажный стол. Когда мы перетаскиваем любые клипы на монтажный стол на шкалу времени, у нас автоматически все они помещаются на обычные видеодорожки. При этом в нашей программе не забывайте, есть разделение на аудиотрек и видеотрек. Это тоже нужно учитывать. Для того, чтобы осуществить визуализацию спектра или осциллограммы, нам необходимо, чтобы наше аудио размещалось именно на видеодорожке. При этом, когда мы работаем с визуализацией, нам бывает иногда необходимо добавить еще одну, например, видеодорожку. Наше аудио должно находиться поверх всех других нижележащих видеодорожек, для того, чтобы эта визуализация отображалась. Вот эта нижняя, например, дорожка может играть просто роль фона. Далее выделяем наш фрагмент аудио. Вот он. И давайте просто послушаем его, что это именно аудио. Мы его выделили и идем во вкладку «Фильтры». Далее щелкаем по плюсику и находим фильтр, который носит название «Визуализация осциллограммы аудио». Это видеофильтр. У меня сейчас добавлен «Вызбранный» для удобства. Мы его выбрали и применили. У нас отображается рамочка внутри окошки предпросмотра. Как раз мы здесь и видим нашу волну. Для того, чтобы управлять ее размерами и позицией, мы можем использовать настройки нашей осциллограммы. У нас имеются специальные поля «Позиция» и «Размер». При этом мы можем отобразить сетку, щелкнув по кнопке «Сетка» и выровнять, например, эту рамку внутри так, как нам нужно. И, соответственно, ее расположить. Далее сетку, например, можно отключить. Давайте посмотрим на настройки и изменим эту волну, нашу осциллограмму. У нас имеется возможность выбора цвета. По умолчанию один цвет. Можно выбрать несколько, сколько вам необходимо. Давайте изменим цвет. Щелкнем по специальным вот этим маркерам и выберем любой цвет. Какой-нибудь яркий, чтобы он был лучше заметен на экране. Давайте. И вот синенький. Теперь давайте посмотрим, что мы получили после того, как мы изменили цвет волны. Теперь давайте изменим толщину волны. Далее, например, добавим заливку. Поставим галочку «Заливка области под осциллограммой». И снимем галочку «Объединение всех каналов в одну волну». И получаем раздельный наш левый и правый канал. И есть специальный бегунок «Окно». Он позволяет создать такой эффект бегущей волны. При этом все настройки вы можете двигать, когда у вас воспроизводится само аудио. Шоткат в некотором плане здесь интерактивен. Давайте нажмем «Play» и я просто подвигаю несколько параметров. Ну а если вы настроили, то можно уже заняться оформлением фона. Фон можно здесь задать свой или разместить тот фон, который вам нужен на нижнем, например, треке, на видео треке. Давайте перейдем в самое начало нашего видео. Ну, соответственно, аудио. И разместим на нижнюю дорожку какой-нибудь фрагмент. У меня есть вот такой. Сейчас мы его скопируем и вставим несколько раз. Сколько нам необходимо. И давайте воспроизведем. При этом мы можем поменять фон, выделить наше аудио, перейти в фильтры, щелкнуть по цвету фона, выбрать любой цвет, намешать свой. И не забывайте, что у нас еще есть значение альфа-канала, которое мы можем поменять. Например, выставим 100. И мы получаем такой эффект пелены. Это тоже может пригодиться. При этом нам никто не мешает выбрать любой фон, который здесь есть, уже сгенерированный по умолчанию. И применить его. Тем самым мы изменяем наше изображение. Вот таким образом работает наш фильтр «Визуализация осциллограммы аудио». И не забывайте, наше аудио должно находиться поверх всех других дорожек. А теперь давайте рассмотрим еще один фильтр, который позволяет нам уже делать визуализацию спектра аудио. Я удалил у нашего вот этого аудиофрагмента предыдущий фильтр. И давайте добавим новый. При этом скроем нашу нижнюю дорожку, щелкнем вот по этому глазику, чтобы она не отображалась и нам не мешала. Наш верхний фрагмент выделен. Мы щелкаем по плюсику и добавляем специальный фильтр, который носит название «Визуализация спектра аудио». Этот фильтр тоже относится к видеофильтрам. У меня добавлен в избранный для удобства. У нас появляется такая же рамочка, которую мы можем настроить и расположить в том месте, которое нам необходимо. При этом этот фильтр лучше всего настраивать только тогда, когда идет уже воспроизведение аудио. Вот как раз давайте мы сейчас это сделаем. Нажимаем «Плей» и начинаем его настраивать. «Линия», переходим в «Настройки», меняем тип «Линия» на «Панель». Далее можем поменять цвет, выбрать один цвет или несколько. Выберем, например, «Зеленый» и давайте «Желтый». Далее кнопка «Цвет фона», также есть пипетка для захвата цвета, толщина. Позиция и размер лучше всего управлять рамочкой. Не забывайте про сетку. Сетку можно отключить. Следующий пункт «Заливка области под спектром», «Отразить спектр», «Обратить спектр», «Убираем галочки». Далее это пункты «Ленты», это наши вот эти столбики и «Натяжение». «Меньше» или «Больше» и «Натяжение». А также низкие частоты, высокие и так называемый порог. Тем самым можем и ограничить. Далее мы можем настроить все, что там нам необходимо, поставить на паузу и далее, например, заняться нашим фоном. Давайте включим отображение нашего фона и посмотрим уже с фоном. Вот таким простым образом работает наш фильтр «Визуализация спектра аудио». А теперь давайте рассмотрим, как работает фильтр, который носит название «Визуализация движения звука». Этот фильтр достаточно непростой и интересный. Его можно использовать не только совместно с нашей осциллограммой и спектрограммой нашей вот этой визуализации звука, но и этот фильтр можно применить к любому видео со звуком. И наш звук начинает воздействовать в некотором смысле слова на наш видеоряд. Он начинает либо пульсировать, то есть наше видео начинает пульсировать изображение, или вращаться, или смещаться из одной стороны в другую. Все это можно использовать для создания визуального какого-то восприятия под действием звука. То есть особенно интересно это работает на различные хлопки, а также и шумы. То есть этот шум передается в некотором смысле на само наше изображение. Мы посмотрим это, как работает на нашей вот этой спектрограмме. Смотрите, давайте посмотрим на наш спектр, который мы создали с помощью визуализации спектра аудио. Еще раз, просто повнимать. Он статичен, он зафиксирован и находится только в одном положении. Запомните это. А вот теперь к нашему вот этому фрагменту мы применим фильтр, носящий название «Визуализация движения звука». И переходим в его настройки. Настроек много, но не пугайтесь, они все очень простые и понятные. Подвигав эти бегунки, вы сразу поймете, какое воздействие этот фильтр оказывает. Нажимаем кнопку «Плей» и начинаем настраивать этот фильтр. Посмотрите внимательно, что стало происходить с нашим спектром аудио. Он начал пульсировать под звук. Это происходит под действием тех настроек, которые сейчас в данный момент здесь выставлены. Давайте посмотрим на часть из них. Масштаб. Двигаем бегунок и посмотрите, что происходит. Сбрасываем значения. Вверх. Вниз. Вверх и вниз вместе. Влево. Вправо. Влево и вправо вместе. И есть вращение по часовой стрелке. И против часовой стрелки. А также по частотам. И дополнительные пункты, так называемый начальный масштаб. ОСЦИЛЯЦИЯ. Если все это на вас не устраивает, всегда можно сбросить по умолчанию. Этот фильтр достаточно интересный. Просто обратите на него внимание и поприменяйте к своим видео со звуком. И вы получите очень интересный результат. Вот таким образом работает фильтр под названием ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ЗВУКА. Ответ давайте рассмотрим, как работает фильтр под названием ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СВИЧЕНИЯ ЗВУКА. Как раз это мы посмотрим на нашей сгенерированной спектре аудио, который у нас уже имеется. Выделяем наш фрагмент и давайте на него еще раз посмотрим. Единственное, что я сейчас здесь с этим спектром сделал, я сделал только один цвет. Белый. Как раз давайте на него взглянем. Это нам сейчас понадобится. Теперь давайте добавим вот к нашему этому аудиофрагменту фильтр под названием ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СВИЧЕНИЯ ЗВУКА. У нас появляется вот такая интересная рамочка. И настройки. Настройки очень простые. Здесь можно задать низкие и высокие частоты, порог, размер вот этой рамки, а также цвет. Давайте поставим и изменим цвет на какой-нибудь. Выберем один и выберем сам цвет. Выберем какой-то вот такой красный. И нажмем кнопку PLAY. Посмотрите, что происходит там, где находится наша рамочка. И как окрашивается наш спектр. При этом мы могли с вами выбрать несколько цветов, или при этом мы еще могли создать несколько дополнительных однотипных фильтров, сделать их копией и раскрасить наш фактически наш спектр в те цвета, в любые которые мы хотим. Постзонно, так как эта рамка как раз мы можем ею управлять и изменять. Также здесь настраивается цвет на любой, который вы захотите. И получать свои неповторимые, удивительного цвета, вот такие интересные спектры. При этом здесь есть также частоты, низкие и высокие, пороговое значение, осцилляция. Например, можно сделать вот так. То есть создать свое визуальное представление звука, как вам в принципе угодно. И на что способны данные фильтры. Вот таким образом работает фильтр под названием визуализация свечения звука. Обязательно попробуйте и поэкспериментируйте. А на сегодня все. Увидимся в других видео. А в блоке по скриптам давайте посмотрим на применение двух наших фильтров. Под названием визуализация свечения звука и визуализация движения звука. Именно на примере реальном. Вот у нас имеется вот такой фрагмент горной реки. Здесь имеется шум воды. Вот как раз давайте посмотрим, как эти два фильтра будут оказывать воздействие. И то, что мы увидим. Выбираем наш фрагмент. Он у нас подсвечен красной рамочкой. И находим наш фильтр визуализации свечения звука. У нас появляется вот такая рамочка действия этого фильтра. Настройки мы трогать не будем. Все по умолчанию. И просто нажмем на play. Посмотрите, что происходит. Вот эту пульсацию колебаний мы можем изменить, уменьшить. Изменив значение осцилляции в ноль. И вот теперь давайте воспроизведем. Посмотрите, что у нас сейчас появляется в этой рамочке. И как происходят такие легкие колебания под действием шума воды. При этом цвет мы можем менять. Вот таким образом оказывается воздействие этого фильтра на реальное видео. А теперь давайте удалим этот фильтр и добавим другой фильтр под названием «Визуализация движения звука». Все настройки по умолчанию. И тоже воспроизведем. Посмотрите, какая пульсация происходит под действием звука со стандартными настройками нашего кадра. Поэкспериментируйте сами с этими двумя достаточно интересными фильтрами. И вы можете получать достаточно интересный, заманчивый результат. А на сегодня действительно все. Продолжение следует...